Здесь перед нами предстает статуя лживого идола. Большой пролом. И здесь главное не сорваться. Ртутная рапира. Рапира, которая может отравлять ваших врагов. Так, сюда пока что не надо. И опасное место. По идее, взяв ключ надзирателя, мы можем попасть уже в подсобку надзирателя. И обойти эту статую, чтобы ее деактивировать. Но если вы хотите получить трофей, то вам придется немножко попотеть и пройти этот мост, уклоняясь от этих стрел. Да, это очень небезопасно, но если вы правильно рассчитаете тайминги, то это вполне реально сделать. Чуть не соскочил. Вот эти вот элементы платформинга здесь в Demon's Souls иногда работают очень странно. Вроде жмешь вперед, он не лезет. Потом нажимаешь чуть-чуть в сторону вперед, он начинает залазить в самый неподходящий момент. А ты в этот момент жмешь круг. Так, ну, я, наверное, не буду рисковать. Я уже этот трофей получил. Ну, смысл в том, чтобы вовремя перекатываться. Вот так, например, раз. Ну, не так, конечно. То есть, вперед. Причем, чем мы ближе к статую, тем больше эти стрелы, по-моему, не снимают жизни. В общем, дерзайте. А я пройду это место более классическим путем. Через квартиру надзирателей. Там же, кстати, у них мы найдем еще и ключ от камеры, где заключен фреки. Единственное, что здесь нужно быть осторожным, потому что здесь все разгуливают целых два надзирателя. Которые явно не будут рады меня видеть. Да, эта молния бьет не очень далеко. Сильные куличи атаки хватает одного удара. Ну, и больше, в принципе, здесь ничего нет. Можно открыть еще одну дверь. Она ведет туда, откуда мы пришли. Здесь два входа. И один выход. Через большие врата. Таким вот незамысловатым способом мы попадаем за спину к статуе. Так, вот там сзади... Я не помню, есть ли там что-то. Ну, прям реально вот смотришь на это и... Воспоминания о Бладборне. Навеевает. Все спалил, ничего не осталось. Нету здесь ничего. Интересный знак. Так... Давайте... Так, что бы нам сначала сделать? Так, ну ладно. Давайте сначала поднимемся на первую башню. Здесь придется побегать. Такое, на самом деле, бестолковое место. Ну, очень атмосферное. Там внизу у нас огромные двери, которые ведут в собор. Здесь у нас серебряная палочка, которая у нас так уже есть. И... Сет имперского шпиона, которого, кстати, не было в оригинале. Рубашка из тонкой ткани, не стесняющая движения убийцы. Рышущие в тени агенты короля были настолько незаметны, что жертва не видела их до самого последнего момента. Ну, в общем, агенты короля, скорее всего, Аланта, здесь что-то вынюхивали. Возможно, они были засланы сюда, чтобы убить ложного идола. И старика в желтых одеяниях. И каким-то образом подчинить это место. Возможно, Латрия была каким-то образом интересна королю Аланту. Так. Включаем статую. Кольцо умной крысы. Ну и больше ничего интересного. Кольцо умной крысы. Простое золотое кольцо с гравировкой в виде маленького зверька. Увеличивает силу атаки, когда здоровье опускается ниже 30%. Принадлежало лорду Райдалу, известному как Заблудший Алант. У этого кольца есть пара. Кольцо глупой крысы. То есть это кольцо принадлежало лорду Райдалу. И небольшой спойлер. Райдал это как раз тот самый дух, который сидит запертый в тюрьме. И он был известен как Заблудший Алант. То есть это говорит о том, что он является неким родственником короля Аланта. Возможно, даже его братом. Так, и перед тем, как идти к боссу, нужно обязательно посетить еще и вот эту вторую башню. Эта дверь не открывается. Поставим щит. Зеленое пламя. Очередная небольшая пробежка. Здесь, кстати, пролом. Если спуститься здесь, то можно поднять там предмет на уступе. Но это мы сделаем на обратном пути. Тут нам встречается вот такой вот колдун. Колдун. Но не верьте ему. На самом деле он доставит очень большие проблемы, когда вы будете сражаться с боссом. Если посмотреть вниз, то... Да, это церковь. С прихожанами. Пока что идола не видно. И если вы его не убьете, то он будет постоянно лечить босса этой локации. Спрыгивая вниз, нужно быть осторожным, потому что там нас ждет сюрприз в виде имперского шпиона. Которого здесь завербовали, и теперь он защищает лживого идола. Издалека его не видно. Ну и к тому же он еще и сносит огромное количество жизни. Да еще и отравляет. Поэтому нужно как можно скорее сократить дистанцию. И надавать ей по голове. Блин, болезнь. Не очень прикольно. Ничего не поделаешь. Так, нужно ускориться. Так, болезнь, болезнь, болезнь. Вдовий лотос. Упс, что я сделал? Я его выбросил. Блин, я выбросил вдовий лотос. Твою мать. Что это, что натворил? Я его не выбросил, точнее его не выбросил. Я его переместил в хранилище. О, черт. Ну и как не теряйте к боссу. Так, а если мы... Да, я не подобрал кольцо, которое восстанавливает жизнь. Зашибись. Так, ладно. Сколько жизни? Сейчас все лечилки потрачу. Я не хочу умирать. У меня осталось две лечилки. Давай, заканчивайся. Так, щит, щит, щит. Блин, тоже щит я выложил. Как так-то, Михалыч? Как я так умудрился-то? Так, есть что-нибудь, что восстанавливает жизнь? Нету ничего, что восстанавливает еще жизнь. Да, очень суровое наказание здесь, конечно, за болезнь. Может, надо было уже бить, бежать босса быстрее? Давайте пока состав посмотрим. Да, вот это я, конечно, потратился. Просто в никуда. Ну, когда-то же болезнь-то должна кончиться. Она же не бесконечна. Ладно, тогда сейчас быстро... Быстро попробуем убить босса. Все, бежим. Идол глупцов. Стараемся нанести ей в первой фазе как можно больше урона. Ха, вот это твоя ошибка-то. Ты здесь умудрилась появиться второй раз. Лучше сразу взять вот этот предмет, коготь младенца. И появляются ее двойники. И если вы хотите получить еще один трофей, который заключается в том, что нельзя бить ее двойников, нужно быть внимательным и смотреть, где оригинал. Оригинал швыряется более сильной магией, которую можно видеть по более ярким вспышкам. Это явно не она. Так, вот это вроде похоже. Ну-ка. Кастань еще нибудь. Ни хрена не вижу. Да, это она. Ну, как же я без жизни-то сейчас... О, все, мне хана. Я сделал все, что смог. Как говорится. Так, вернем наше ароматное кольцо. Мне нужно сходить в Nexus купить хоть немножечко лечилок. Да, и мы появляем сразу лоскутика. Так, у нас есть души. Весь казус произошел из-за того, что игра запоминает последний выбранный пункт меню. И это, кстати, и хорошо, и плохо. Вам не нужно постоянно на него переключаться, когда вы что-то быстро перемещаете в хранительще. Но если вы что-то когда-то перемещали в хранилище, а потом хотите быстро что-то использовать, вам нужно проверять. Таким образом вы просто можете, вместо того, чтобы использовать предмет, переместить в хранилище предмет. Так, ладно, душ. Восемьсот, это мало. Закупаемся по полной. 15 таких трав. 11 таких. Давайте еще сменим магию. Берем стрелы души, возьмем огненный бросок. В Атрии магия огня более перспективна. Мы у надзирателей стащили особый ключ. И этот ключ как раз открывает камеру, где находится колдун Фреки. И давайте первым делом его освободим. Вот он, наш несчастный. Магнифисент. Магнифисент. Я никогда не ожидал, что я мог избежать живым. Магнифисент. И он дает стилет Герри. Стилет Герри. Хотя этой крошечной ряпири не хватает режущей кромки, эта сполна искупается наложенным на оружие уникальным заклинанием. Создан Герри, знатоком магического ремесла и другом премудрого Фрэка Провидца. Вытягивает из цели небольшое количество маны. Что, по идее, может быть полезно для мага. Итак. Да, у меня был большой перерыв в прохождении, и первую часть этого видео я записывал, наверное, месяцев 6 назад. Поэтому мне сейчас очень проблемно вернуться в строй. Особенно в Латрии. Ведь я могу что-то и подзабыть. Ну, по крайней мере, я точно помню, что нам нужно спуститься в самый низ. И здесь у нас ком из живой плоти. Его мы опустим. Там у нас еще есть ящерка. За ней, наверное, я тоже не побегу. Потому что, по-моему, плохо закончится. Ух ты. А вот комок-то не очень рад меня видеть. Я уже отключил статую, поэтому могу спокойно здесь пройти. Четырехрукая богиня. И это у нас уже финальная тропа к ложному идолу. Заставку мы уже видели. Идол глупцов. Бежим как можно быстрее. И наносим как можно больше урона. Да, их уже три. Нужно определить, какая из них настоящая. Из них это та дальняя в углу. Мне повезло. Да, ловушки, да. Ловушки-то самое неприятное в этом боссе. Хотел забрать свои души. Да блин, она не пропадает, что ли? Они специальное суда поставили. Негодяйки. Ну, по идее, я могу сейчас долбить ее клонов, потому что я-то трофей уже получил, а если вы хотите получить трофей, то нужно бить только настоящую. Эх, не добил. Может быть, это она? Нет. Не в этой жизни. Мне не могло так повезти. Оу! Похоже, опять дальняя. А, их еще больше стало. Явно вот это. Нет, не это. Значит, я промахнулся. Блин, ловушка. Блин, я не хочу еще раз убирать на этом боссе. Блин, и еще ловушка, и я опять сдох. Ах, еще и потерял души, которые не смог забрать. Да что ж такое-то? Вроде босс-то не такой же сложный. Но это все мое нетерпение. Хочу его убить как можно быстрее, и плачу за это своей жизнью. Ну ладно, это я вырежу, чтобы вас не мучить этим очередным утомительным походом. Ну что ж, попытка номер три. Да, как же не хватает Демон Соус и Костров поближе. Приходится пилить минут по пять. Ну, по сравнению с последними играми, которые тут выходят, рогалики. Типа Returnal. Демон Соус, оказывается, вообще это так. На изи. Это не оригинал. Так, оригинал, он там дальше. Самая дальняя, как всегда, мне везет. Да е-мое, ловушка. Не вижу ловушки. Полечимся. Еще эта мебель мешает. И влетай. Как-то ты в этот раз быстро от меня умыкнула. Но, нет. Так, 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 дайте посмотреть. На один плюс, что они реально тупые. И если стоять просто за колоннами, то они не двигаются. Если бы они еще и летали по всей этой церкви, то здесь бы просто был бы аншлаг. И, возможно, этот босс был бы поинтереснее даже. Так, похоже, вон та. Так, что слева. Ну-ка, кастани. Кучка, она не хочет доставать. А где тут ловушка была? Я не помню, можно ли как-то определить ловушки, если ты сразу не заметил, куда они поставили. Наверное, нет. О, доставай. Да, блин. Ну-ка, кастани. По-моему, вот это вот справа. Да. Окей. Ну, вот, немножечко терпения и все. Можно сказать, что я убил ее на трофей в этот раз. По-моему, я ни разу в ложном не ударил. Теперь можно убить всех ее последователей. Ну, здесь, по-моему, только души. Брянский лотос. Немножко пряностей еще и выдержанных. Выдержанные пряности, это хорошо. Так, главное теперь не забыть убиться. Я ведь в телесной оболочке. Так, с этой стороны вроде все. И какой же это соус, если не будет покатушек на горгульях. Так, с этой стороны выдержались. Так, главное не упасть. А то испорчу карму этой локации. И не смогу вам показать всех ее прелестей. Душа куклы демона. Ну, как обычно, в ней никого лора, но я на всякий случай проверю. Душа демона известного как идол глупцов, источник великой силы. И верхняя латрия. Обелиск демона, известного как идол глупцов, вера в идол, созданную по образу и подобию королевы, подарила узникам надежду. Но темная злоба безжалостно задушила их робкие мечты. Поэтому этот идол и является ложным, так как настоящая королева уже, скорее всего, давно мертва. Ну что ж... Да, если с ним частенько разговаривать, то он со временем просто пропадет. Поэтому, если не хотите, чтобы он, так сказать, умер, то просто не говорите с ним. Томас ничего нового интересного не говорит. Так, давайте починим наше снаряжение. Это все мы уже слышали. Про кости драконов. Может быть, что-то клирики скажут нам. С этим осколком со мной не хочешь делиться, я знаю. А в густе шестое я пока что еще не спас. Но зато я спас его противоположность. И он как раз находится здесь. Давайте сначала поговорим с его подмастерьем. А вы спасли Мастер Фрейк, не знаете? А я правил, чтобы выяснить правила и выяснить вам несколько шагов. Я благодарен вам за вашу службу. Видите, как важные действия нечисленные в этом мире? Ваши такие либо формы. Мастер Фрейк? Как это? Оговариваете на практике магий-осуде? Ну что бы. Это лучше, чем с dubbing за вас, Мастер Фрейк. Мастер ФрейкOOO любит работать со своими. Ну, у него также базовая магия осталась. Возможно, даже нам нужно изучить защиту. Давайте сначала поговорим с Фрэки. Could you bring your demon souls to me? As I determine more about the essence of the soul, I can teach you new magic. A demon's soul is no mere amalgamation of lesser souls. You have your wits about you. Surely you understand. Do you have a connection to the disciples? Do not pay any attention to them, if they speak poorly of me and my magic. Prayer is for the foolish, quaint, and soon to be dead. And heaven forbid the day you find out, what their so-called God really is. Да, мне тоже особо клирики не нравятся. I was defeated and captured by the golden usurper past that cell. Be wary of him, for he manipulates souls. He has power over vile, murky souls, those susceptible to madness and paranoia. Золотой зурпатор как раз тот-то погубил королеву в Латрии и занял тром. I know of three humans, who came to lead demons. King Alant of Voletaria, Astrea of the Valley of Defilement, and the golden usurper of Latria. There is no question that they became demons. But we were wrong to assume that they ceased to be human. Ну, тут ты немного ошибаешься, Фрэки. Да, у него также можно обучиться базовой магии и изучить также магию, отдав ему души демонов. Чтобы открыть все трофеи, вам нужно будет изучить всю магию, а также все чудеса, и заодно прохождение это сделать невозможно. Но есть некоторые хитрости. Если вы добудете все души и не будете их тратить, сделайте бэкап сейва, изучите сначала за эти души всю магию, то потом сделайте бэкап и потом изучите все чудеса, то вы можете сократить себе время на то, чтобы получить трофеи. Но мы с вами изучим луч души, так как он нам поможет убить по-быстрому в Виверну. Продолжение следует... На старость лет? Да он выглядит, наверное, моложе меня. Итак, подготавливаем магию, убираем угленный бросок, ставим луч души. Водная завеса, я думаю, нам пока что тоже не понадобится, но вместо нее нам не помешает изучить защиту. Это нам также может пригодиться в будущем. Давайте подготовим магию, поставим защиту, луч души. Обе они занимаются лишь по одной ячейке. Так, что у нас по характеристикам? Да, память у меня на магию пока что две ячейки, и в ближайшее время мне нужно обязательно прокачаться до трех. Для этого нам нужно прокачивать интеллект. Да, и уровень у меня уже стоит немалых семь тысяч. Окей, давайте потратим несколько душ. Да, на 15 интеллекта не хватает на две ячейки, ну, чтобы потратить души, давайте возьмем. И сейчас мне нужно опять сделать Харакиле. Забежал по дороге к увековеченному, не помню, говорил ли он ранее этот диалог. Так, и отсюда с потением нужно быть осторожным. Но можно упасть на голову к конь-продавцу, и он на нас обидится. Поэтому лучше спуститься немного пониже. И сделать все по старинке. По идее, можно даже не бежать за своими душами, потому что их там всего 600. Ну, и мы теперь возвращаемся обратно в Балитарию. На тропу повелителя. Обелиск демонов, известного как Фаланга. За огромными воротами дворца Балитарии начинается скалистая галерея, ведущая во внутренние покои, где живут рыцари. Теперь эта часть замка превратилась в охотничьи угодья драконов. первонач bunun ехе с вон, 你要 Yaùng, идея, Продолжение следует...